МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире. В преддверии парламентских выборов на декабрь 2023 года Национального собрания Западной Армении 3-го созыва. Сыны Западной Армении Лерник Вартанян. Вопросы армян Западной Армении. Айдерсим-платформ выступил с заявлением. В Великобритании мемориал в память о жертвах геноцида армян подвергся вандализму со стороны серых волков. Аккредитованные в Армении послы посетили Матэнадаран. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Государственное телевидение Западной Армении представляет кандидатов депутаты на парламентский выбор декабря 2023 года с просьбой наблюдателей и потенциальный электорат внимательно следить за биографией и деятельностью кандидатов, которую они разворачивают для усиления государства Армения, проголосовав за выбранного вами кандидата. Конец кампании 15 ноября 2023 года. Наше телевидение в ежедневном режиме будет представлять данные кандидатов, подавших заявку на депутата. Хосров Ильозер – кандидат депутаты Национального собрания Западной Армении 3-го созыва. Армен Авдалян – кандидат депутаты Национального собрания Западной Армении 3-го созыва. Арман Масгертян – кандидат депутаты Национального собрания Западной Армении 3-го созыва. Игорь Азарян – кандидат депутаты Национального собрания Западной Армении 3-го созыва. Сюзи Вартанян – кандидат депутата Национального собрания Западной Армении 3-го созыва. Более подробно о кандидатах можно ознакомиться по указанной ссылке. Лерник Вартанян родился в 1978 году в селе Каринтак Шушинского района. Подполковник Вартанян за 9 месяцев до войны был назначен командиром десантно-штурмового батальона Дрампона. Утром 27 сентября в первый день войны два взвода и отдельные подразделения десантно-штурмового батальона Дрампона около 60 военнослужащих во главе с командиром батальона Лерником Вартаняном достигают 165-й позиции Талиша, которая находилась на второй линии. К этому времени азербайджанские подразделения уже заняли несколько позиций 1-го фронта. Часть батальона дислоцируется в окопах 165-й позиции. Спустя пару минут начинается артиллерийский обстрел, за которым следует танковая атака на позицию батальона. Поражаются припаркованные возле позиции 3 Урала и УАЗ Лерника Вартаняна. Родственники до сих пор надеются, что Лерник жив и находится в плену. Отец Арек Вартанян в одном из интервью отметил, что какой-либо информации о сыне не имеют. Известно, что после войны в ноябре обнаруженные с поля боя неузнаваемые останки прошли экспертизу. Есть совпадения между представленными ими анализами ДНК и найденными останками. Сомневаясь в результатах экспертизы, провели повторную экспертизу за рубежом. И по их словам, эта ДНК не совпала. 28 сентября армия обороны Арцаха опубликовала имена погибших, в списке которых Лерник Вартанян. Вечная слава в павшем бою героев. Полная статья о герое доступна на нашем сайте Western Armenia TV. Известно, что накануне Первой мировой войны армяне занимали влиятельные позиции во внешней и внутренней торговле, промышленном производстве и банковском деле Османской империи. Купеческая буржуазия и промышленники армян Западной Армении благодаря своему таланту и предпринимательству, даже в условиях османской диктатуры и произвола, сумели стать хозяевами определенного богатства и создать значительные денежные накопления. Видя большую угрозу в экономическом продвижении армян, молодотурки на тайных собраниях обсуждали вопрос об устранении экономической конкуренции армян путем их ликвидации и установления в стране экономической власти турок. Одновременно разрабатывались меры по конфискации индивидуальной и коллективной собственности армянского народа. Для того, чтобы ограбить целый народ, необходимо было сначала лишить армян имущества. Для этого младотурецкие власти 1 июня 1915 года издали закон о депортации. Подробнее о последствиях закона о депортации можно прочитать на нашем сайте WesternArmeniaTV. Несколько дней назад IDESIM платформ выступил с заявлением. Сообщается, помимо курсов, организованных государственным телевидением Западной Армении на YouTube, проводятся курсы западноармянского языка, транслируемые на Zoom. Цель уроков – укрепить знания западноармянского языка среди наших соотечественников и способствовать процессу его усвоения. Правительство Западной Армении приветствует инициативу IDESIM платформ. Это позволит нашему коренному народу быстрее освоить родной язык, который впоследствии будет применяться в повседневной жизни. Удачи в начинаниях! В Великобритании мемориал в память о жертвах геноцида против армян подвергся вандализму со стороны серых волков. Проживающая в Лондоне адвокат армянского происхождения Татеви Григориан в своем микроблоге Икс сообщила, установленный в городе Иллинг в Великобритании Хачкар в память о жертвах геноцида против армян подвергся вандализму. Полиция ведет расследование. Ранее в сентябре она присутствовала на церемонии открытия Хачкара и тогда сфотографировала появившиеся на мероприятии представителей серых волков с турецкими флагами, которые показали фашистский знак. Директор Матандарана Ара Хазмалян и заместитель директора Ваге Торосян приняли чрезвычайных и полномочных послов Чехии, Казахстана и Польши, Республики Армения. Петра Пирунчика, Болата Иманбаева, Павла Чепляка. Об этом сообщают из пресс-службы Матандарана. Руководители дипломатической миссии в сопровождении дирекции Матандарана осмотрели музей, ознакомились с постоянной и временной экспозицией, посетили отделы реставрации и архивных документов. Обсуждены возможности реализации совместных программ. Правительство Западной Армении приветствует визит аккредитованных в Восточной Армении послов Матандаран. Мы придаем особую важность данному визиту, учитывая, что каждая нация имеет свой уникальный облик и паспорт. Матандаран – это то место, где хранится самая большая коллекция духовных и материальных ценностей нашей нации. Культурное наследие – это не только облик любой нации, но и паспорт. Армянский народ, начиная с народа Арамазга до наших дней, оставил человечеству бесценное наследие. Как бы кочевые племена не желали его уничтожить, отнять у коренного народа его же облик невозможно. Армянский наследственный и тысячелетний код и культура существуют. Знакомство с чем обогащают каждого. Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других медиаплатформ по-новому представлять различные события, связанные с историей, настоящим и будущим нашей страны. Информирует о политических, общественных событиях правительства, также дает возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами национального собрания, поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами. Также выступить с предложениями. Помимо того, что вы телезритель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомним, что вестер на Армении ТВ не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы сила. И в завершении новостей послушаем песню в исполнении Ника Егебяна и Сусанны Петросян Айреник. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok